друзья и снова здравствуйте мы продолжаем нашу туристическую неделю настал второй день мы продолжаем наши мероприятия по ознакомлению вас туристическими секретами с туристическими маршрутами не низко автономного округа сегодня у нас гостях очень интересный человек предприниматель но я не буду рассказывать все секреты в течение получаса вы и все узнаете а вечером 7 часов мы вас ждем на мастер-классе ресторана тима доброе туристическое утро дорогие наши интернета зрители вторник знаменателен тем что сегодня мы продолжаем туристическую неделю и сегодня у нас уже почти ставшая традиционным рубрика презентация туристического потенциала ненецкого автономного округа ну а добрый туристический а точнее гастрономический вечер вы уже услышите сегодня в 7 часов вечера при прямой трансляции из ресторана музея тиман сегодня у нас в гостях не знаю мастер шаманского дела как вас назвать но мы чуть позже определимся в общем мастер кости и кожи не не кости просто волшебник просто волшебник да просто волшебник валерий гударев мастер бубнового дела я надеюсь это связано не с картами у вас и сразу же первый вопрос вот мы знаем что в этом есть там из карты об этом чуть позже все секреты мы раскроем позже по порядку в течение нашего получаса сразу же первый вопрос от меня вам это интересно мне и думаю что будет интересно нашим интернет зрителям а совсем недавно вы открыли мастерскую чум мастерскую которая находится недалеко от города на римара вот в кратце вы расскажите о себе и более подробно расскажите об этой мастерской что там находится что-то можно сделать и как вам туда попасть ну а себе многие знают просто можно не рассказывать сразу опустить ниже чум матерская представляете себе ну два чума то есть один рабочий свой то есть святая святых ну и плюс добавочный гостевой чум там такой довольно вместительный большая пирамида куда обычно собираются в гости пир чай едят мясо веселятся общаются и так далее а чуме то есть ну само по себе то есть место сакральное магическое такие елки великаны нормально там вот все таинство то происходит первоначально то есть ну потому что натягивать все равно где-то где-то в городе потому что нужна постоянная температура плюс сушка а там делается кожа все деревянные работы какие-то такие большие то есть грязные готовятся заготовки ну и все в принципе да ну смотрите здесь я вас немножко прерву уже начинаете приходить немножко на технологический процесс изготовления изделий которые мы все привыкли слышать под названием бубен а вот все таки вот то есть мы понимаем что у вас можно приехать в чум можно попить чай можно поесть мясо можно прекрасно провести время отдохнуть душой а самый главный вопрос почему именно чум мастерская то есть я могу к вам приехать или кто-то из наших интернета зрители к вам приедет и сможет а собственно руками изготовить чум или воочию ознакомиться с процессом изготовления этого мистического атрибута еще можно это немножко хопанно конечно в этой жизни можно все в этой жизни можно все в этой жизни можно все но спасибо большое за ваш первый ответ дорогие друзья немножко отвлекусь от темы и сегодня у нас в режиме онлайн трансляции будут проходить два розыгрыша от нашего сегодняшнего гостя а первым вопросом наш гость разыграет сертификат как раз таки на поездку в эту чум мастерскую на сколько человек валерий 10 человек примерно 10 можно будет можно больше да в принципе всем рады всех примут и второй подарок это уже будет более интересно у нас гость подготовил бубен вот такой вот бубен и сегодня он будет разыгран вторым вопросом каждый из вас имеет одинаковые шансы его получить главное первым и правильно ответить на вопросы от валерия первый вопрос но буквально мы через минут пять-семь будем уже озвучивать поэтому оставайтесь с нами и второй вопрос у меня сразу к вам бубен это все-таки что-то мистическое и сверхъестественное или это музыкальный инструмент кому как для вас что это для кого-то это магический инструмент для кого-то музыкальный инструмент для кого-то это просто для души ну кому как кого куда унесло то есть скажем так йоги там используют для духовных практик то есть все что связано с интернатом то есть но здесь системный администратор то есть но это у них байка больше ходит что между бубном и компьютером существует связь то есть ну у того двоечный код у этого двоечный код то есть ну и пространство интерната можно идти то есть вместе с бубном то есть и компьютером и все причем такие ребята это довольно знатные то есть программисты они ну ездили сюда и вот они вот в один голос всегда или что-то ну связь есть потому что если бьешься на чем-то там сутки-двое не спишь кофе-сигареты все дела то есть и ничего не идет взял бубен постучал по кому пять минут все пошло то есть все серверный виснет программа прошла то есть голова светлая который изготавливаете вы все-таки на выходе ваша продукция это музыкальный инструмент или что-то мистическое можно из музыкального инструмента перешел в разряд какого-то скажем так то есть какие-то провести если ну это если кто-то хочет глубоко посвятиться то есть вот ему нужно действовать театральное все освещение бубна там же ну кому как я просто вот они чистые то есть да вот я просто сделать и он уже ищет своего хозяина то есть я не меняется между собой информацией то есть хорошо а вот скажите пожалуйста какой самый большой бубен вы в своей жизни изготовили как вообще размер бог определяется у бубна это желание человека то есть скажем так кто заказывает от заказчика самое большое дело в канаду виктор колдин там такой интересный я вас немножко беру мне подсказывают что вам нужно немножко говорить погромче потому что наши интернета зрители немножко вас могут плохо слышать я понял самый большой то есть вот он заказал ему вот нужна была диафрагма вот это вот сама рабочая поверхность чтобы она была девяносто один сантиметр да но он немножко привязан к цифрам то есть у него вот девять и один равно десятка и у него в жизни всегда везде 10 и вот ему везде надо 10 а с резонатами он вышел по внешнему контуру метр семь то есть ну это такая штука объемная то есть когда в него стучишь то все холодом ходит а вот он такой большой и причем когда он высох то есть ну вот была цифра 10 везде у него да по весу он вышел 3700 понимаешь 37 опять таки 10 ну то есть это это уже что-то то есть что-то я я не ожидал но да а самый маленький бубин 12 сантиметров 12 сантиметров звук у маленького большого бубина естественно отличается нет чем больше мембрана тем он глубже маленький тазик же его маленький время у нас сегодня валерия ограничено пришло время разыграть ваш первый приз это сертификат на поездку в чум мастерскую к вам ну на 10 человек или чуть больше потому что примите вы всех и пожалуйста вот я напомню что у нас розыгрыш идет она площадке instagram тундра фест и на площадке instagram visit now все ответы в комментариях кто первый так как говорится кто первый правильно ответит тот и получит сертификат пожалуйста валерий я предоставляю право так знать ваш первый вопрос какой будет посложнее сейчас ну давайте начнем с первого давайте то есть в каком году стартовала эстафета арктический бубен по циркум полярному пространству то есть ну он такой легкий в каком году дорогие друзья стартовала эстафета полярный арктический арктический бубен нам пожалуйста вот если у нас ответы будут вы поднимать руку мы вас спросим и я продолжу чтобы не ждать да а расскажите нам немножко масштаба своего производства ну масштаб небольшой потому что сам по себе вот продукт он такой специфический то есть ну я не думаю что 7 миллиардов населения планеты хотят будем ну и будем я думаю что нет таких людей которые бы отказались я думаю что отказаться не все отказаться ну кому ведь как мне низком автономном округе а у нас из них у нас есть первый ответ пожалуйста 2014 год это у нас тундра фест площадка на это правильный ответ на этот ответ правильный 2000 сентябре август это был август это был август 2014 года горячий август 2014 года именно в этом году в месяце стартовала арктическая эстафета эстафета арктический бубен ну что же мы поздравляем кто у нас выиграл шадрин вадим пожалуйста в директ канала тундра фест напишите свои контактные данные можете номер мобильного телефона мы с вами после эфира свяжемся и подскажем как вы сможете забрать свой сертификат и посетить прекрасную чум мастерскую ждем в гости до ждем в гости вот так вот все дорогие друзья ожидайте следующего вопроса оставайтесь с нами на прямой линии и у вас будет возможность выиграть бубен по масштабам вы на территории нениска автоном округа являетесь единственным мастером по производству мне почему делать еще еще делают ну вот у лилите бои то есть у них тоже мастерская то есть по пошиву пасами но они делают но не в таких объемах то есть но они так чисто для себя и чисто для то есть а вы вот так вот вышли в розницу опыт вот у вас есть такие опытовые заказы самый большой опытовый заказ у вас сколько и кто сделал если это конечно не коммерческая тайна делу администрация скажем так вот нефтяники неплохо заказывали через лукой ну там количество 150 200 маленьких на хлеб с маслом нам было будем масло с лебанга иногда еще и корочки церковь знаете в валерий вот уже наверное давно я видел и слышал новость о том что вам удалось благодаря поддержке центра развития бизнеса выйти на международный рынок вот расскажите нам немножечко вот об этом опыте потому что на это действительно для ненецкого второго округа чтобы какой-то мастер смог выйти на международный рынок это я-то такого еще не слышал ну это впервые это для всех для нас это впервые я так понимаю потому что и для центра развития бизнеса то есть для меня это вообще вообще но небольшие всего лишь пока вот ну и я так думаю что еще пандемия сыграла потому что просто невелик то есть там пока только начало ну это уже 10 продаж то есть ну там нормально ну берут в основном а страны в основном северная америка то есть это канада с канада с сша то есть европейцы немножко то есть мы даже можем предположить что какие-то шаманы с аляски в принципе заказывают на не только с аляски потому что ну то иное же население в серверной америки за индейцы то есть ну лишь как выдающие скажем ну у них там шаманство на здесь в африке в америке то их то и то есть через какую площадку можно приобрести вот на международном рынке ваши ну то есть дети дети и сутом я по постому лицу и все принимает делать заказ по предоплате или как или каким образом работает его что-то резервируется на именно там все уже есть то есть они уже под и деньги ты им просто посылаешь потом через какое-то время то есть ты уже получаешь деньги свои ну главное все гамотно сделали то есть вот вы для себя видите вот вообще перспективу работы с международными рынками но почему и почему нет то есть вот вы заметили себя положительную динамику самого начала работы на экспорт и вот допустим по сегодняшний день интерес продажи есть рост существенный мне как-то не задумался это пока только начало поэтому как такового не прогноза ничего нету то есть 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 хорошо нет значит еще один магазин еще один магазин 100 магазинных по 10 бубнов нормально главное никогда не останавливать нет валерий вот следующий вопрос я вам задам такой в прошлом году вы участвовали в выставке ярмарки ладья так также при поддержке центра развития бизнеса и фонда региональных социальных программ наше будущее немногим известно что учредителем фонда наше будущее является вагит ясуфович олегперов президент и совладелец паула койл расскажите вот об этой выставке все ли вам удалось продать и всех лицей которые вы перед собой поставили вы достигли ну ехал я вообще первый раз то есть но я слышал о воде что внутри как тупого выставка то есть одна из где она проходит она проходит в экспо это на красной пресне москва сети вас высотки то есть вот тут же со двора видно вышел покойте смотришь на высотке вот а ножка огромная то есть огромный по щадя собираются все вот идет примесленники мастера со всей россии ну там такие именитые мастодонты то есть ну скажем жути монстры этого рынка скажем да 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 и ну и там мы тоже стали монстрами зубастыми схватились все акулы 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 бубнового бизнеса ну там слушай здорово то есть я вам удалось продать бубна сокровались почти все а сколько вас выбрали вот больших я был штук десяток но они ушли все но там спрос больше вот на большие потому что вот большие поменьше и поменьше в маленьких малого ушло в основном все большие а какую цель вы ставили пред собой вот посещая эту выставку в целом то есть вы хотели просто продать всю продукцию или расширить немножко аудиторию 0 больше совершить на перспективу потому что продать сегодня густо завтра пусто это не особо важно главное главное мы там за столбились то есть в основе там флаг как вот на марсу да то есть на максимум не надо потом по марсе не не придут пока позже позже попозже да все позже хорошо вот мне подсказали до подготовки вопросов к этому мероприятию что вы поставили перед собой цель сделать вирусное музыкальное видео что это такое вот мне просто немножко непонятно что значит вирусное музыкальное видео я сам не понимаю что такое вирус то есть меня понимаешь что он должен выскакивать у всех в телефонах тогда это такая штука интересно то есть мы будем же вот представь себе вот человек парней девчонок то есть немножко со слухом с музыкальным ну не так как я то есть человек 20 30 40 по бочкам ну и выдают там в такт один там раз-два-другой раз-два-треть и вот так вот представь вот этот пауком стоят парни девчонки с бубнами и выдают вот это я думаю что у нас сейчас там оператор звук просто зашкалил немножко на микрофонах и ну то есть представляешь вот просто на цель то какая-то у видео это опять своего рода такая скрытая реклама ваших продукции это и клинита какая-то другая у вас цель более духовная можно печать духовно тоже на охват реклама живете реклама конечно ну и плюс становится ну я думаю что она будет красочно то есть все в костюмах все причем барабаны бронгса же с бочками они же входят в уши в голову даже не вошли а это то есть вы хотите чтобы ваши ну мы просто взорвем ютуб правильно просто на поставить создается до чтобы все захотели просто вот эти вот 40 парней девчонок то есть они просто войдут навсегда навсегда я старался в нашей памяти да не то что там 23 миллиона мы возьмем просто 2 миллиарда еще и сядем в головы хорошо давайте мы представим что видео это изобретено действительно все хотят эти бубны приобрести и допустим я где я могу приобрести вашу продукцию и сколько это так сказать средний чек сколько мне вот ориентироваться по цене мы можем не называть примерных цифр как примерно от 2000 то есть где мы уже приехать вашу мастерскую не обязательно они есть в наших магазинах то есть это культурный центр музей и наверное сделано сделано в нау тут центр плюс плюс ну все знали от 2 до а 2 и до бесконечности от 2 и до бесконечности все у нас остается менее 10 минут пришло время разыграть ваш приз подарок бубен сколько у нас зрителей 9 зрителей на тундра фест едва на визит на у ну кто-то из этих 11 зрителей сможет сейчас легко и просто получить этот прекрасный сувенирный сейчас все ждут и что под пожалуйста задавайте свой второй вопрос валерий так второй вопрос он будет такой как кличка оленя которого своя ли памятник олено транспортный батальон там вот есть вот как олень уважаемые интернет зрители как как лискали оленя который у нас изображен на памятнике олено транспортным батальоном если ответ у нас все дорогие друзья пожалуйста пишите свои ответы в комментариях мы пока возвращаемся к нашему обсуждению как эпидем ситуация двадцатого года повлияла на ваш бизнес на ваше ремесло как я думаю что нормально повлево вот такой позитивный человек ну а может чуть мы жить такие люди нас гнут а мы только крепчая на хорошо ну и вот можете поделиться с нашими интернет зрителями нас нет еще ответов вариантов нет на ли у нас в центре нет давайте дальше как кличка оленя образ которого запечатлен на памятнике олено транспортным батальоном но у нас дорогие друзья остается пять минут поэтому в любом случае бубен сегодня должен быть разыгран более активнее как-то пытаетесь наугад и может быть фортуна вам улыбнется и этот прекрасный бубен вы заберете себе лайфхаки как можно использовать бубен в обычной жизни пару примеров допустим борщ можно в нем варить нет нет я думаю что ну можно по-любому ну выселить соседей высели соседей допустим изгнать тараканов и мышей можно с помощью бубна из дома легко не только их там нужно бить обязательно определенные ноты есть у нас варианты ответа снежок но это тот тоже из турцентра дорогие друзья нет давайте еще накидывайте нам вари вариантов потому что время остается совсем мало и будет обидно если бубен не достанется никому да а почему не достанется думаешь только только в прямом эфире а потом нет это ваш был будет это ведь ваш бубен вы можете с ним делать все что вам угодно вы можете подарить любому из присутствующих можете даже подарить мне этот бубен это так просто как бы один из вариантов есть у нас варианты по сайту валерий когда будет сайт вашей продукции все линейки слушай я так не особо силу то есть во всех этих штуках то есть он мне помогает вам помогает например на когда будет когда ваш сайт ворвется в топ яндекс в топ яндекс показать у меня есть мы сделаем чем быстрее тем лучше чем быстрее мы просто то ворвемся и все пойдем вы прямо как депутаты отвечаете сейчас честное слово ничего конкретного депутаты красиво за вами хочется депутаты учиться у меня на самом деле вы депутат длинноногие нет а может мы какой-то зададим это я длинноногий сегодняшний гость может какой-то другой вопрос зададим нашим телезрителям немножко попроще потому что времени на совсем мало буквально две с половиной минуты эфира попроще а попроще сколько по два плюс два на совсем давайте мы заднем вопрос слушай не простой вопрос давай все же были в чем это есть цвета чумов цвета чумов да каким цветом уже не находится во владении нашего гостя валерия гударева остается вот уже ну это очень простой бобби надо забирать кому-то есть какие-то вариант ответов у нас яша нет яша тоже неправильно уже ближе 4 дорогие друзья какого цвета чума на в хозяйстве у нашего сегодняшнего гостя о синий-красный ну прям в точку белый синий-красный а белый не дачу к снабил белого не надо потому что там банк в эту мишку лика адрин вадим вот забирает сертификат то есть он приедет к вам уже на вашу чум мастерскую своим самоваром так сказать давайте мы посмотрим мы поздравляем победителя сертификат бубен и что-то валерий положил в пакете пищи еще ну там так и сувенирная продукция календарики и блокноты вот я складываю все обратно в пакет свои контактные данные вы уже вадим оставили поэтому весь пакет у нас отправляется нашему интернету зрителю вадиму остается буквально минута у вас есть гриша лишь оленя зовут гриша дорогие друзья запомните он такой знатный олень был самый шикарный шикарный но был был но он есть у нас есть он в памяти и парень памятника да у нас остается меньше минуты пожалуйста вы можете обратиться к интернету зрителям пожелать им всего самого хорошего пригласить к себе эта минута специально для вас минута славы до минута слава вам пожалуйста что сказать для элемента сейчас минуту продумаем представляешь тугадум в гости приглашали конечно всех звоните пишите деньги будут присылать деньги будут присылать обязательно мешками пусть россия вот это вот что пожелать всем здоровья самое главное в это нелегкое время то есть обычно живой главное было бы здоровья остальное все будет остальное все будет дорогие друзья вот на этой здоровой люди позитивной здоровой ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю презентацию туристического потенциала в ненецком автономном округе с нами был сегодня гость валерий кударев счастливый обладатель такого мастерства как изготовление ненецкого бубна счастливый обладатель чумов всех зовет в гости всем желаем счастья и здоровья чума владелец чума владелец чумовой владелец а сегодня 7 до 8 ресторан музей тиман в прямом эфире вас ждет будет вкусно будет классно увидимся с вами завтра всем добра